Всем привет! А это программа Stories на Атамикен Бизнес Ченнел. С нашими героями мы не снимаем длинные интервью в студии, а просто берем телефон и отправляемся туда, где они сейчас, чтобы узнать, чем интересным они заняты в данную единицу времени. И сегодня мы отправляемся в пространство Артмикен. Вот сейчас за моей спиной она находится, чтобы встретиться с Гаухар Ситпаевой, с автором проекта. И я думаю, что сейчас Гаухар уже у себя на работе. Сегодня мы первые посетители пространства Артмикен. По-моему, в галерее еще никого нет. Сейчас... О, вот я уже вижу Гаухар. Здравствуйте! Я просто рада прийти сегодня к вам в гости. Расскажите, пожалуйста, вот про место, где мы сейчас находимся? Что это? Ну, мы назвались Артмикен – территория искусства. Артмикен из двух составляющих состоит из слова «арт» и «микен». Казахское слово «родина», «территория», ну, какая-то вот местность. И от слова «арт» английского, да, это искусство. Такая вот у нас уютная, маленькая галерейка. Уютная маленькая галерейка, да, получилась. Ну, не знаю, насколько она приглянется нашим горожанам. Но, в принципе, мы выбирали место в центре, чтобы это было на улице Фурмана. Здесь вот мой любимый театр рядом, готов. Вот. И в историческом центре очень классно находиться. Ну, и, в принципе, приятно здесь находиться и быть. Ну, что, давайте зайдем вовнутрь? Давайте, прошу. Выставим нашу камеру. Все, вроде запись идет. И мой следующий вопрос. Я бы хотела узнать, а вообще, как это пространство работает, я так понимаю, не только как галерея, но и в других направлениях? Ну, мы вообще задумывали, чтобы у нас была не только галерея, но и проводились какие-то мероприятия, там, я не знаю, от паблик-толков до каких-то просто встреч с интересными людьми, возможно, какие-то литературные вечера и так далее. Мы не хотим замыкаться только на визуальном искусстве современном. Мы хотим как можно больше охватить сфер не только в искусстве, скажем, в литературе, допустим, да, в каких-то там интересных еще вещах. Ну, и готовим тут также весь литературный вечер, у нас будет Ербола Жумогулова. Ну, такие вот какие-то вещи интересные, занять вечером людей, это будет все. Вход совершенно свободный будет. Ну, что-то такое интересное для города мы хотели бы сделать. А вот пару слов этой выставки, которая открыла это пространство. Я так понимаю, она первая? Да, это первая выставка. Это выставка очень молодого художника, фотохудожника Сабины Конгалиевой. Вот она была, вот эти фотографии, по-моему, она сделала в Мангустаусской области. И в целом, вот, у нее очень необычный взгляд на вещи. А она хотела показать о том, что, допустим, вот эта фотография и вот эта вот, она отражает вот эту ее идею, где человек, он не стоит над природой, он не самая последняя точка пищевой цепочки. Он просто связан, это горизонтальное такое видение Сабины. Нам очень понравилась ее концепция, поэтому мы решили, что мы будем проводить выставку у нас. Ага, а мы продолжаем снимать нашу программу Stories для Атамикен Бизнес Ченнел. Гаухар, расскажите, пожалуйста, что еще проходило и будет проходить в этом уютном пространстве Атамикен? Ну, мы провели здесь уже вот открытие выставки, вернисаж такой своеобразный. Места немного, но, в принципе, было очень душевно. Вот, потом мы проводили здесь чтение пьесы Ольги Малышевой. А вот мне интересно, кто, собственно, те самые молодые люди, которые сегодня находят время и приходят вечером в галерею открыть для себя имя нового художника или фотографа? Ну, вы знаете, люди самые разные приходят. В основном, конечно, это резиденты Фейсбука. Те, кто подписан на Атамикен, либо те, кто подписан, ну, допустим, на меня, либо на Дусыма. Вот. И люди приходят те, кто интересуются. Ну, конечно, в основном, если честно говоря, аудитория очень узкая. И мы себе ставим задачу немного расширить аудиторию, ну, чтобы больше людей узнало о том, что в Казахстане есть интересные люди, что в Казахстане есть интересные художники, вот как Садима, допустим, молодые ей 23 года всего лишь. Сказал бы, все жалуются на то, что в Алмате ничего не происходит. А когда ты делаешь события, когда ты делаешь место, то тоже это огромная огромная работа сюда привести аудиторию. Да, работа есть, Настя, соглашусь. Как затащить людей? Этот вопрос интересует вам не только меня, не только наше вот это небольшое пространство. В принципе, этот вопрос себе задают и театры, этот вопрос себе задают и крупные галереи какие-то, и места какие-то, где проходят какие-то мероприятия интересные. Ну, я вам хочу сказать, что тренд пошел, все равно люди хотят чего-то большего, чем какие-то бытовые вещи. Наконец, и вот этот интерес, он не угас, он потихоньку-потихоньку зарождается, и я надеюсь, что он разгорится в пламя, но на это нужно время. Немного грустно от того, что люди думают только о том, как прокормить себя, как прокормить свою семью, но тем не менее, мне кажется, если мы будем ставку делать на молодежь, на молодых людей, а они совсем другие, они очень другие. Возможно, у нас получится что-нибудь. Мы переходим сейчас в следующее пространство. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Так, вроде запись идет. Сейчас мы перенеслись в тот уголок пространства Артмекен, где, собственно, находится магазинчик. Те самые знаменитые футболки, за которыми теперь бегают все популярные люди. Я надеюсь. И пусть продолжают бегать дальше. Гаухар, пожалуйста, вот расскажите о первом проекте, о ваших футболках, которые вы реализовали. Да, ну вообще идея, она случайно, спонтанно пришла мне в голову. Мы были на вернисаже в галерее Есентай. Вот, и хотелось, чтобы вот эти картины, которые там были, увидели, ну, не только те, кто ходит в галерее, как вот мы только что обсуждали. Три с половиной человеком. Да, да. Вот, а хотелось, чтобы увидела людей больше, потому что картины очень понравились. Я говорю, ну, мы сидели с подругой, думаю, ну, вот как-то надо вот показать людям, что вот художники рисуют интересные вещи, что они думающие люди. Ну, причем не то, что думающие люди, они прямо на злобу дня пишут картины. И они считываются, это все понятно, о чем хотел сказать художник, о чем думаешь ты сам. Вот, и как-то я подумала, ну, возможно, хоть на улице показывай. Я говорю, а почему нет? Почему не показать на улице? Ну, можно же одеть на себя эту картину. И мы решили сделать футболки. Вот так пришла такая идея. Потом мы поговорили с четырьмя художниками, с Конышем Вазаргалеевым, Сауле Дюсенбиной, Сауле Сулейменовой, и у нас еще была Раушан Аспандиарова. Вот ее, вот эти вот футболки интересные. Мы предложили им проект, ну, и, естественно, поддержка материальная, потому что футболки продаются, вот, и они сразу согласились на такой эксперимент. Такого эксперимента еще не было, как бы. Я, если честно, не удивлюсь, если большая часть казахстанцев, больше или меньше, я не знаю, процент этой аудитории скажет, как-то в Казахстане есть художники, или они там пишут, они снимают. Вот вы наверняка тоже сталкивались с подобной реакцией. Расскажите, пожалуйста. Конечно. Ну, у нас спрашивали, в смысле художник. В смысле художник. Да, ну, хорошо, художник, а на что он живет? Вот такой вопрос обычно задают. Ну, то есть вопрос опять о хлебе, да, скажем так. Я говорю, ну, вы сначала посмотрите, что они рисуют. Допустим, вот, знаете, мне нравится вот эта серия. Сауле Сулейменовой. Можем открыть? Да, мы можем открыть. Она называется Аруахи. Сауле здесь хочет донести, смотрите, здесь она делала, ну, здесь дело не в футболке, а в картине, да, скажем. Здесь она делала акцент на том, что вот она, современность, она фотографировала этот фотопринт, на самом деле, вот этого старого гаража. И что люди, которые жили до этого, Аруахи, они пытаются что-то сказать нам через века, через то время, в которое тяжело они жили, и в том для современных людей. Я считываю так, люди, что вы делаете, остановитесь. Я не знаю, как кто считывает другие, некоторые вообще не понимают, при чем тут Апана Корови. Ну, эта картина называется Апана Корови. Но я думаю, что это именно, вот, она хотела донести о том, что люди, остановитесь, что вы делаете, давайте подумаем. Давайте подумаем, что мы делаем с нашей землей. А вот еще пару слов расскажите о самих футболках. Я знаю, что это футболки, сделанные в Казахстане, да? Да, да, в Казахстане даже Асалган, у нас тут даже написано. Вот. Ну, мы поддерживаем казахстанских предпринимателей, мы не покупаем футболки за границей. Получается, мы, здесь есть компания Софья Линский, казахстанский цех пошивочный, они шьют трикотаж, мы заказали футболки, они нам пошили. И вот, ну, мы, конечно, столкнулись с проблемой печати, но, в принципе, мы нашли компанию, которая нам делает прямую печать на текстиле, это, получается, не наклейка, а это дышащая совершенно вещь, она такая же, как ткань, она просто внутри впечатывается, внутри ткани, как на принтере. Вот то, что вы видите, допустим, вот эти вот пакетики, они только для того, чтобы футболки не замарались. На самом деле мы упаковываем футболки вот в такие пакеты казахстанского производства компании Биопак, они разлагаются за год, они там, крахмал тут, что-то, что-то какие-то, там входят целлюлозы или что-то такое, да. И компания дает гарантию, что за год вот этот пакет разложится, если вы его выкинете. Я вот бы хотела, чтобы мы посмотрели вашу коллекцию. Ну, коллекция в основном она здесь, а здесь мы только вывесили некоторые экземпляры, чтобы люди могли посмотреть размер, либо вот качество футболки. Это вот, допустим, сёстры Габо, сёстры Кусаиновы, они близнецы, это их картина, называется «Гранат». Что ваше любимое? Честно говоря, моё любимое – это Куаныш Базаргалиев, вот то, что и на мне, его серия «Кошка армию из». Вот у него была такая довольно интересная выставка год назад, и там мы увидели вот эти картины на его выставке, и мы пришли, сказали, Куаныш, мы хотим эти картины. Но у Куаныша есть ещё очень интересная серия, называется «Когда все люди были казахские». Вот эта серия, когда мировые шедевры, он переписал на казахский лад. И у него там была целая легенда, что если, допустим, в мире произошёл там суперпотоп, остался только Казахстан, и выжившиеся люди переместились в центр континента и здесь живут. И что происходило, когда все люди были казахские? И, ну, соответственно, он выразил это визуально. Вот так нам ещё у нас есть нефтяной магнат. Бай. Я, конечно, Гаухара, не могу не задать такой вопрос, как человек, который сам связан с современным искусством. Я, к сожалению, для себя наблюдаю в обществе одну тенденцию, когда появляется объект или предмет современного искусства, рядом с ним тут же возникает сообщество или человек, который начинается заниматься морализаторством. Да, современные уэтмены, они, кстати, плодятся и размножаются. Не знаю, ваши, наверное, ощущения от этой тенденции? Вообще, что с этим делать, как быть и вообще, что вы чувствуете? На самом деле, Настя, это грустно. Это грустно, что так воспринимают люди, ну, любое какое-то вот то, что не укладывается в их голове, да? Ну, допустим, какие-то, допустим, у них есть свои шкалы, там, морали, там, или каких-то... Ценностей. Ценностей, да. То, что не укладывается в их культурный корпус, соответственно, оно не должно существовать. Это очень грустно от этого. Я считаю, что это происходит просто от уровня культуры. Ну, я вообще приверженница того, что культура влияет и экономикой, допустим, и какими-то другими вещами, и политическими вещами в том числе. Потому что от уровня культуры зависит очень многое. Вот в странах, где высокий уровень культуры, коррупции фактически нет. Чем эта планка ниже снижается, тем уровень вот этой коррупции, он повышается. Ну, вот любой процесс, какой ни возьмите, какой может идти, либо в Казахстане, либо в какой-то другой стране, все это упирается в культурные коды. Приходилось ли, не знаю, вам сталкиваться с какой-то резкой реакцией на то, что вы делаете? На то, что мы делаем, пока нет, потому что, честно говоря, мы взяли принты те, которые, скажем, будут популярны. Ну, единственное, может быть, вот этот принт, он Сауля Дюсенбиной, Сайга, его она сделала, это паттерн такой, она сделала, когда вот падеж Сайги был, это вот художник, она проявила себя так, потому что ее это беспокоило. А так, честно говоря, пока вот то, что вот у нас здесь есть, мы решили начать с лайт-версии, скажем так, показать, ну, хотя бы красоту, эстетику какую-то. Конечно, мне, как человеку творческому, все это очень близко и понятно. Должна сказать, что для меня это прекрасная возможность, не знаю, одеть вот простую белую футболку с таким замечательным изображением, которое, например, совпадает с тем, что творится у меня в душе, или то, что происходит со мной сейчас, или если я внутренне согласна с этим художником, или разделяя его позицию. И да, это такой манифест, но он прекрасный, он творческий, это акт творчества тем, что вот таким образом я присоединяюсь к художнику, я поддерживаю современное казахстанское искусство. Это просто понятно и в то же время очень-очень хорошо. И мне бы хотелось, чтобы люди, наверное, понимали этот формат, принимали его. Я надеюсь, да. И то, что футболки, в принципе, интересуют людей, да, не то, чтобы не сама вот эта фактура или трикотаж, или что, их интересует, конечно, принт, который нарисован. И когда люди спрашивают, а что это за художник, а что за картина, а почему он это написал, и я считаю, что тогда вот наш проект оправдывает себя. Какая-то часть образовательной функции мы, в принципе, на себя берем, но какую-то часть все-таки мы вносим, и я этому очень рада. Я напоминаю, что это была программа Stories с Анастасией Тарасовой на Atomicen Business Channel. До встречи, пока!